привет зритель пришла пора открыть пакетик с хлопьями олайт которые яблочные мне еще есть немножко гранолы а еще и супчик которых никак не сварю вот сейчас мы с тобой откроем у меня есть козье молочко козье молочко напомню но правда это я не знаю у меня тут двухлитровая бутылка до около 100 с лишним рублей ну короче полторашку молока я покупаю за 100 рублей хлопья можно найти на вадберс артикул я оставлю в инфобоксе тут можно и конечно прорезать но хотя можно попробовать открыть даже нормально открылась ты что мне надо прорезать чтобы открылась совсем нормально ножницы не понадобились короче можно купить от 100 до 130 рублей за пакетик пакетики 300 грамм смотри какие тут хлопья немного ли я насыпаю хочет отказать мне да сейчас я поставлю молочко микроволновку погреться вот у нас появился еще и цикорий с женщинем как раз молочко согрелось ой какой горячие надо его чем-то прихватить мне тут есть прихватка от одной моей любимой подписчицы лёли сейчас я в эту чашку прямо засыплю цикория а потом разбавлю холодным молочком цикорий можно найти на вайдберис до 150 рублей даже где-то ну то иногда по скидке можно найти за 100 иногда можно найти за 145 или за 150 у меня мало совсем остается на два-три раза наверно его это вот цикория у меня ложечки есть все беру а это не ложечки это вилочки ну да мне есть маленькие вилочки не знаю может я потом попробую еще наклонить цикорий от бионовы где-то полторы ложки у меня как раз согрелся чайник сейчас залью ну чай у меня есть кусочек ватрушки меня тут на днях угостили у нас в одном заведении учебном очень вкусно готовят я раньше туда иногда даже выходила чисто на обеды ну и там у нас работает родственница одних моих родственников я ее просто держала в холодильнике ну как бы ватрушка с творогом так что сегодня у нас будет без сиропа цикория кошка шо ж ты такая хулиганка а шоу Может, не совсем глубоко, но всё же. Сразу запахла ватрушкой. Сейчас я переберусь на сторону света. Я сегодня вот в таком прикиде, мне потом надо будет в одно место сходить, чтобы волосы побыстрее высохли. Ну и не смущать тех, кого смущают обычно мои мокрые волосы на завтраке. Хотя, возможно, и будет смущать в случае, что у меня сейчас на голове полотенце. Такой же молочко в бутылке из-под двухлитрового лимонада. Наши хлопушки. Я сейчас зачитаю состав. За счёт супер горячего молочка они очень хорошо так намохли. Тут у меня тоже упаковка с акцией Соколов. Но, к сожалению, магазина у нас нет в городе Соколов. Я даже не знаю, где он по области есть или нет. Есть ли смысл уехать с пачками с акцией Соколов в этот Соколов и в другой город. Но если вы закажете на вайбер, если вам вдруг попадётся такая пачка, ну или на сайте, на самой сайте Новопродукт. Как я сделала. Ммм, такая вкусняка. Хлопья овсяные, цельно-цельновые хлопья кукурудные. Кукурудная хлопа, сахар соль, изюм, ядрый семян подсолнечника. Яблоко сушёное. У меня там от того пакетика немножко ещё осталось. Переставила чутка пакетик, удалила там с флешки то, что уже смонтировано. Потому что не хватало времени записать завтрак. Я сначала хотела заморочиться и включить лампу. Но мне время ограничено. Мне нужно ещё сегодня много всего успеть. И решила просто с верхним светом записывать. Ну а лампу включу как-нибудь другой раз. Там просили обзор одежды. У меня как-то не случилось. Записать фавориты весны, лета, осени. Ну и что не придумаю. Может быть вспомню в чём я ходила. Любила ходить весной. Сейчас стало летом. Ну и запишу это как-то всё вместе. Фавориты этого, этого, этого сезона вместе с той лампой. Человек один меня хейтил за мой свет новый. Но я писала тогда просто с камеры. Потому что планшет у меня был занят. А вы, я думаю, в курсе, что у меня очень плохое зрение. Ну бывает, конечно, и хуже зрение. У меня зрение всего лишь 13,5 минус. Я просто не разглядела на экранчике, что фокус бился в какой-то момент. На тестах было нормально. На записи пошло размытое. Мне человек упрекнул прям, что свет у меня настолько плохой, что фокус теряется. Но за фокусом камера свечает, а не свет. Ладно, все люди разные. Любое мнение приветствуется. Видно ее в кадре-то? Вот она, подружечка моя. Вкусная очень кашка. Мне она даже больше нравится, яблочные вот эти хлопья, чем тропические. Потому что, ну как банан, но все-таки более жесткий какой-то. А яблочко сушеное, оно размокается и становится очень мягким. Я вчера варила компот из сушеных яблок, сушеные сливы, все садовое. Слива, правда, не этого года, не прошлого. Она у меня года 3-4 стоит. Потом там малина была, ну как ягоды сушеные с листиками. Марину, конечно, может зря положила, потому что немножко деревянный такой вкус вышел. Сушеное яблоко двух сортов было. Ну и еще яблоко сливы я положила. Без добавления меда или сахара вообще само по себе вкусно было. Немножко сладенько, немножко кисленько. Думаю, там, наверное, видно это. Вот та белая большая катюля на 5 с лишним литров, это как раз оно. Ставлю вот сюда планшет, а то есть шанс, что сейчас ко мне тут прыгнет на табуреточку. Да, вот она и прыгнула на табуреточку. Она, видимо, сюда метила. Все-таки хороший новый планшет на дороге не валяется, так же, как деньги, на которые он куплен. А по тому безопасности ради пусть он там постоит. Люди, если вы пробовали, уже вот Аня покупала по мариноводке получается. Правда, какую-то другую вроде гранолу. Гранола All Light на Вайберс. У меня так гранола тропическая. Если вы пробовали хлопья All Light, какие-то из этих трех, что у меня тут были. С клубникой тропические. И вот с яблоком. Дайте знать, какие вам больше нравятся. Я вот сейчас схожу с мнением, что больше всех мне понравились вот эти вот, что я сейчас съем с яблоком. Хотя я вот так думала, но яблочные хлопья. Пусть будут, конечно, чисто попробовать, но я думала, что вот вау тропические, допустим, супер вау клубничные. На самом деле, больше всех мне понравились именно вот эти яблочные. Так-то вот семечки подсолнечника, по-моему, у всех трех были хлопья. Изюм точно был есть в терпических хлопьях. Клубничный у меня пакетик там, в комнате. Я его потом запишу обзор вместе с большущим мешочком съесть или выкинуть. Специально за пустым пакетиком что-то мне как-то не с руки идти. Можно, конечно, в телефоне загрузить, в вайбер взглянуть, если написан состав. Ну, я думаю, если хотите, вы просто можете посмотреть. Я не выпустила мусбанга вот с этого плейлиста. Завтракин Бианова. Там как раз я должна засчитывать этот состав. Трумничий сухи. Я вообще сегодня планировала начать свой день зарядки. Я даже с балкона достала утяжелители на руки, чтобы они как-то не были холодными. Ну, я как-то убиралась и положила туда, чтобы они не мешали, когда пылесосила. И забыла их там. У меня тут только утяжелители для ног лежали. И гирька на 8 кг. У меня получилось, что попросили сходить в одно место. Я проснулась еще с такой мигренью. Поймазала лоб кайлашем. А потом только уже после душа вспомнила, что собиралась вообще-то делать гимнастику. Завтра у нас с полдевятого до полпятого не будет газа и будут проверять это газовые плиты во всем доме. И чтоб нормально и безболезненно записать вам завтра, придется мне в 7 минуты обставать. Потому что фиг знает, то ли они в 8.30 придут, то ли в 10, то ли в 12. Сядешь завтра со всем этим оборудованием. А с тем припрутся. Год на год разные товарищи припираются. В первые годы, когда я тут жила, приходили такие хамские люди. Своим долгом считали, что если у меня дома кот был и он взял обои, то значит, если в квартире есть животное и обудранное где-то обои, то это человек вообще не человек. Хотя у меня есть подозрение, что такие мужики по выходным напиваются в стельку и ведутся еще похуже, чем какой-нибудь кот с обоими. Кто-нибудь прискачет в комменты и будет говорить, что я вижу, что мои видео про все плохое. Так как я за столом, то я не буду говорить то, что мне полтора землякома в комментах упоминала про мои видео. Я лично считаю, что если я смотрю какой-то обзор, который мне надо, какую-то технику, я так блогеров вообще как бы не смотрю. Принципиально. Принципиально смотрю, если мне нужен отдых, допустим, мне нужен был отдых на маслопресс, который сейчас у меня Agita GP Yoda Home Pro. В итоге я нашла обзор китайца, еще какого-то азиата, а потом уже какого-то русского, который на два года позже выложил чуть обрезанный обзор, который до этого снял китаец. Ну, короче, плагиат. Плагиат висит, ему никто ничего не говорит. Я против такого, если ты у кого-то что-то берешь, то хотя бы указывает, куда это все коммунижено. Ну, я просто смотрела аналоги йоды, то, что потом, допустим, тот же Равмит по образу и подобию с моделью йоды делает немножко другие. РМО 03. Это даже аскопия моего той модели, что сейчас у меня. Я смотрела, я все смотрела, и там человек внес какую-то дищу, которую в технике неотнощаешься или вообще какую-то ахинью внес. Я просто выключала, это видео переходило к другому, у меня не возникает никогда желания написать какую-то газость человеку. С одной стороны, мне это не нравится, а кому-то это нормально. С другой стороны, если мне это не нравится, то зачем дальше смотреть, а тем более потом писать человеку, что вот что-то за хрень тут снял. Я могу вслух помадюгаться, что типа совсем не то, что ожидают, там ли какой-нибудь клэкбейт в названии, но писать в комменты кому-то свое дофига мнения в таком ключе я не буду. Я напишу, если только мне действительно подошло что-то в плане выбора, а вот я пишу всегда спасибо, спасибо за обзор. Мне, конечно, не нравится, когда люди пишут мне, я как бы не против, когда люди пишут мне на своем родном языке без ошибок и не косят под знание суперязыка или еще что-то, или смесь ужа и ежа. Поэтому я тоже, ну я как бы иногда стараюсь на языке носителя писать это спасибо, но чаще не заморачиваюсь, потому что спасибо ставлю смолик, ну понятно, что это как бы положительное что-то. Поставлю-ка этой водичкой, а то оно засохнет и потом придется долго смывать. Меня больше напрягают комментаторы, которые, допустим, не очень хорошо в язык своей страны, ну страны бытия, и не очень, и может быть не очень хорошо в язык, или в лучший язык страны меня. У нас, по-моему, в России пока что еще официальный язык русский, на уровне государственного. И когда человек пишет мне комментарий на ломаном русско-каком-то, с претензией на оригинальность, наверное, я больше половины не понимаю, о чем вообще человек пишет, ну немножко это напрягает. Может быть просто потому, что я давно не ела магний-биохерпу, биохерп, точнее. Сейчас, слушайте, столько фильм развелось с названием Био. Куда мы лезем? Ты хочешь вот этой штучки, да? Сейчас я тебе дам, она тепленькая как раз, сейчас я дам тебе, дам, дам, дам. На, я тебе давала холодную, ты можешь тепленькую теперь съесть. Я на кладочку. Так вот, если бы я ела магний, не забывая про него последние 4, то, наверное, мне бы было поверь. На комментарии подобного типа, где непонятно, о чем говорит человек. Еще меня напрягают комменты, когда люди пишут капсом. Я, конечно, плохо вижу, но капс меня раздражает. Ну не то, чтобы раздражает. Ну капс, там какие-то слова можно к месту, но когда все полностью капсом. Это все равно, что когда кто-то из хейтерских побуждений пишет комментарий, чтобы показать, какой умный он, какая глупая я или глупый там другой какой-то блогер. И ставить кучу пробел этих многоточений к месту. Либо много пробелов для их. Вполне хватило бы одного. Пакетик стой рога. Ты, конечно, уже совсем не полный. Но ты же можешь поровнее стать? У меня, конечно, есть конфеты из зефира Тани. Но у меня вот эта подружка была. Я про нее вчера вспомнила уже ближе к вечеру. Думаю, блин, если она еще день полежит в холодильнике, то это было совсем неуважение к труду того, кто ее делал. К тому же она, правда, реально вкусная. Я иногда покупаю, крайне редко, вот пирожки такие. На Спартуну приводят очень вкусные пирожки. А в мясной ряд, который раньше был, назывался Тверской, раз на раз пирожки. Я у нас купила в магните. В отружку состав нормальный был, но от безысходности... Только с сильной голодухи ее можно съесть. Ну, кошки-тверожок вроде как зашел. Это действительно хорошая ватушка. Вообще, педовская столовка уникальная, чем я в свое время, когда там недолго научилась, попробовала в первую жизнь соевое молоко. Но меня так поразило до глубины души желудка. Потому что оно было белое, а по вкусу было как переваренные макароны. Что я потом поставила себе идея фикс. Однажды купить мощный блендер. Купить эти соевые бобы и заваять себе это молоко соевое. Мне нагодил. Педушинского в 2000... каком-то году, да. В 2006, что ли, году не прошел аккредитацию. Филиал наш Углический. И в итоге стал Углическим индустриально-педагогическим колледжем. Но столовка-то осталась прежняя. Такая она вкусная. В смысле, еда там в этой столовке такая же вкусная. Вот куда ты идешь, м? Кошка! Ой, блин! Извини, что я тебе отогрела неудобно. Она лежит, у меня ноги греют на самом краешке. Мне так хочется ее к себе под одеялкой. Я ее беру и два к одному. Либо она со мной лежит и потом вырубаю все вместе. Правда, потом есть шанс, что я проснусь, а она в ногах. А есть шанс, что я проснусь, а она рядом. Либо она со мной лежит, а потом сваливает. Мне тут подогнали куриного мяса. Сначала думали, что это свиная нога. Я думаю, а что со свиной ногой буду делать? А оказалось, это как, ну, типа, часть супового набора. Ну, грудка, спинка хренная от курицы. Наверное, грудка, которая частично вот как ближе к спинке. Белое мясо. Я сварила бульон, но что-то мясо вообще не идет куриное. Я по большей части ей отдала. И вот вчера у нас, у нее точнее, был этот пир курино-мясной. У меня тут есть размороженные ягоды. Ежевики. Ой, пардон. Ежевики этой. Жимолости садовой. Я часть смешала с кефиром. Он в холодильнике стоит, а часть тут стоит. Надо ее сегодня обиходовать. Но тут по большей части, видимо, попали кислогорькие ягоды. Сладкие были в другом контейнере. И надо смешать с медом, потому что это еще очень кислогорька. Ладно, зрители, я покушала. Надеюсь, ты тоже покушал, зарядился позитивом, несмотря на что. И пошел на свою работу, либо еще куда-то. У меня даже времечко еще остается на запись. Ну и что тебе? Хочешь поддержать канал? Можешь это сделать. Где-то вот облачко подержи. Ледьку я скажу тебе спасибо. Ну и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok